Доброе утро, ребята! Хотела сказать, что я только проснулась, все дела, начинается супер-классный день, но нет! Я проснулась пару часов назад, потому что мне домой приезжали смотреть стену, а я у Тори. Я не в то горло попала, боже. Доброе утро! Тори приготовила нам завтрак, да, мы уже сделали, и сейчас уже готовимся к тому, чтобы снимать. И, конечно, естественно, у нас будет утренний переход, смотрите. Установили камеру на штатив, кружку. Я, к сожалению, забыла штатив, поэтому приходится вот так. У нас также есть косметичка небольшая, чтобы вы понимали, я взяла с собой два чемодана и еще две сумки. Одна с камерой, другая с RGB-лампой. У нас сегодня вот такой огромный список. Мы едем сначала у Тори, снимаем в подъезде, с кроллой, вот. Потом мы идем к ней в ТЦ, потом к ней в метро, потом мы идем на парковку. Или сначала на парковку. В общем, короче. Потом едем до Ярика, потом до Иры, и потом только домой. И поэтому у меня с собой огромные сумки. Я сейчас покажу, что я с собой взяла для съемок. Что ты там сморкаешь? Сморкашка, промокашка. Первое, что я взяла, это вот такой набор. Это еще не вся косметика, я взяла с собой еще одну палетку, но она в чемодане. Здесь у меня все основное, чем я пользуюсь, это кисти, тоналка. Вот так открываем. Здесь пудра, здесь кушон, здесь я взяла тинты, также взяла блеск. И там еще у меня три блеска лежит разные. Также уходовую косметику с собой взяла. Вся основная косметичка, как бы я ее сложила, постаралась сложить вот сюда. Также покажу вам два моих чемодана. Тори запретила мне их провозить дальше. Целый чемодан вещей. Вот в этой сумке всякие аксессуары. Вот здесь еще всякие украшения. Это длинные сапоги, раз, два. Я взяла с собой просто дофигища всего. А, и еще не все. Вот здесь повесила вещь, некоторые не досохли. Сумка и RGB лампа. Мы все ставили на ночную зарядку и начинаем снимать пока первое, это переход. Мы будем записывать сам переход и плюс вести запись экрана. Я делаю там переход. Ну, типа, потом я что-то делаю. Все это время записывается экран. Потом я нарежу и сделаю обучелку. Сейчас буду краситься. Сразу покажу вам первый макияж. Наверное, не буду показывать, как я крашусь. Тем более, я покажу это в этом ролике. Кстати говоря, не забудь подписаться на канал, поставить лайк. Нажми колокольчик, напиши в комментариях, что ждешь от сегодняшнего ролика. Я еще ничего не сняла. Причина, потому что мы подбирали луки. Это оказалось целой проблемой. В общем, вот, мы тут насоставляли луков. Сейчас будем отпаривать одежду, переодеваться. Мы распределили более-менее по локациям, где какой лук. Составление луков отняло у нас примерно час. Хочу похвастаться, во-первых, тем, что я сделала макияж. Во-вторых, два видео уже отснято. Это переход. Сейчас ноль два. В принципе, неплохо. Я с макияжем покушала. Иду переодеваться в лук. И скоро у нас уже будет 10 видео. И останется всего 90. Так, короче, подготовили корм. Подготовили второй лук. Пучок домашний. Будем сейчас снимать с кроликом. Location готова. Все готово. Осталось только кролика. Мы снимем с ним буквально два видео, чтобы не выгонять стресс. Вот он зайчик. Она линяет очень сильно. У нее линька просто. Поэтому она не особо в состоянии. Так что можно только два видоса, она сказала. Так это я сказала только два видоса, чтобы не беспокоить твоего кролика. Нет, она сказала. Да это я сказала, чтобы не беспокоить твоего кролика два видоса. Я о нем беспокоюсь. Даже если не очень люблю. Я вообще в детском шерсте у меня иконы. Чисто кролом. Мааа. Ну. Может это очень милое видео. Попробуй, чтобы встал. Да. На одном из кадров кролик залез под кровать, пытаемся... Почему, когда я снимаю, все получилось выгнать? Мы тут 10 минут ее пытались под кровать и выгнать. Тут хитрый кролик, только снимать начали, она сразу такая, я вообще классный кролик, я самый послушный кролик на планете. 10 минут с палкой агрессивно играла такая. С кроликом сняли два видоса, я вся в шерсти. Ой, господи, это кто? Призрак или кролик? Это кролик был? А, это ты была. Теперь идем снимать в подъезд. Это образ номер 3, наверное, да? Носочки, юбочка, такой топ. Подъездный, съевщик. Пойдем, покажу, какая локация. Сняли уже видео вот в этой локации и сейчас пойдем на лестницу. Мы еще нашли офигенную штуку, вот там такая же дверь, только там написано выход. Я сейчас камеру с собой не понесу, туда снимать, потому что просто положить некуда. Вот, хотела бы показать просто, что мы в подъезде. Еще плюс 3 видео в этом образе, вот. Мы оцениваем в тех же локациях вот этот образ. Получается, там 3 локации, но по сути в одном образе мы по одному разу в одной локации. Я хотела вас проинформировать, что мы немного меняем прическу, делаем вот такую вот, что это, завивка. У нас колготочки крутые. Девочка делает какой-то шай-тай машиной такой вот этой. Что это такое? Получается вот так. Пока сижу, делаю кудри, хотела рассказать вам вообще, какой у меня план. Я хочу снять примерно 50 на 50. 50% липсингов, 50% обзоры, переходы там и так далее. Для того, чтобы липсинги не были прям супер, ну, знаете, типа в одном месте там. Так как я особо не разнообразно делаю свой макияж и никогда особо там, знаете, не крашусь, я решила проехаться по локациям. И на каждую локацию я хочу примерно по 5 видео. Вот такой какой-то лук благородных девиц у нас получился. Так, короче, закончили, снимали в этом образе, сняли 3 видоса, и того у нас 10 видосов! Первые 10 видосов! Ес! Мы снимали вот этот образ на вот таких на каблуках 35-го размера. И ладно 35-й размер, вы просто посмотрите, это что? Там нога просто реально на цыпочке. Турик говорит, удобная колодка. Ты что там, упала? Поменяем образ, и все, уже выходим из дома. Так, ребята, короче, мы собрали обратно чемоданы, чтобы выезжать на наши съемки. Сейчас мы идем во двор, будем сначала снимать на улице. Вот мой лук. Мы вышли на улицу, на улице холодрыга, жуткая. Очень хочется сделать вот так. Надеюсь, это сегодня последний раз, когда я снимаю на улице. И, кстати, не уверен, слышно меня или нет, просто многие из вас знают, что у меня проблемы с микрофоном, и из-за этого я его сейчас не надеваю, поэтому просто микрофон пишется на камеру. Я надеюсь, что все нормально. Сейчас будем снимать вот здесь. Мы просто дико замерзли. Там ходило очень много людей. Из-за того, что нам приходилось постоянно ждать, пока тот пройдет, этот пройдет, пока звук заново начнется. В общем, мы замерзли и так не сняли ни одного ролика. Сейчас будем искать место менее проходимое и менее продуваемое. Метель была прямо перед моим лицом, у меня глаза даже заслезились. Вот тут мы хотели поснимать. Здесь площадка, но она сейчас заледенела. И на фоне вот этих домов хотели поснимать. Мы решили немного поменять план действий. Из-за того, что на улице супер ультра холодно, мы решили вот в этом луге пойти снимать в ТЦ. В ТЦ купим колготки потеплее. От ветра у меня все растеклось. Осталось дотерпеть вот это, потом буду переделать макияж. Хотела сказать, что мы купили колготки, черные и бежевые. Куда пошла? Она просто постоянно говорит, не понимая, от чего ты устала. Тори нашла локацию. Она водит меня и говорит, сначала она говорит, на втором этаже такая локация. Пришли на второй этаж, она такая, ну тебе ничего не нравится. И ничего не показывает, просто мы идем, 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 идем. Вот такую локацию выбрала. Моя лудоняна. Куда ты пошла? Я думала, мы здесь, а ты хочешь прям так. На каком эскалаторе? На эскалаторе снимать нельзя. Нельзя, нас выгонят. Мы отсняли ролики. Никто ничего не усюю ищет. Я очень устала. Тори, что они показали вам, просто реально не очень удобно одновременно снимать. Я вам в процессе показываю, что происходит между. Очень красиво. Выбрали джели-бели. Вот тут тоже дерево, красивое дерево. Тори, рада, что выбрала красивые места. И вот здесь мы снимали самое сложное видео. Посмотрите. Оп, оп. Как могу, как могу. Опа. А вы что думали? Я только орать умею. Покушаем с едой еще с ними. Я сказала картошечку, дочти, еда, вода, все. Тори спрашивает, еда будет разлетаться? Мы в последний раз хавали в 9 утра. Еда будет разлетаться? В 9 утра мы хавали в последний раз. Ну почему, когда я начинаю снимать, кто-то начинает говорить... Ой, кстати, 15 видео готовы. В общем, ребята, вот такие у нас полевые условия. Мы разложили вот эту часть. Тут положили все вещи. Самые удобные и крутые съемки. Включили немного подогрев. В тесноте, да не в обиде. Рассказываю последние новости. Мы на парковке, тут стекла затемненные. Сейчас буду потихоньку переодевать свои колготки, чтобы тепло было. Ты что, там на камеру раздеваешься? О, да. А там не видно ничего. Машинная распаковка. Здесь почти никого нет. Будем на парковке тусить. Сейчас начнется самая полная трэш-история. Я пошла на парковке переодеваться, делать вот такой переход. И то есть у меня была под одеждой другая одежда. Не волнуйтесь, под юбкой шорты. Я переобулась вот в такие вот длинные сапоги. И уже потом, после перехода, в этом образе, мы снимали видосы на этой парковке. И тут я вижу, что за нами начинают следить. Короче, чтобы вы понимали, вот тот чел достал камеру и начал меня снимать. У вас что такое? Мы мешаем или что? А что, просто вы тут стоите? А? А, ну просто у нас съемка, туда вы стоите, поэтому если мы мешаем, то это... А так, проезжайте, пожалуйста. Можете проезжать. Они просто выехали, и у него из, как видели, спустилось окно, и оттуда мелькнул телефон в мою сторону, когда мы здесь снимали. Просто класс. Большой обзор причины, почему мы вернулись в машину, потому что мы отошли, чтобы им... Ну, они на нас не смотрели. И они проехали вперед, чтобы нас было видно. Мы пошли в машину. Просто... Это вообще неадекватно. Тори, снимаем машину? Какие-то два странных чела. Вот так, ну, типа телефон, как... Вот это телефон, да, допустим. И вот так из-за стекла. В мою сторону. Это вообще, но... Вот смотрите, вот машина, и она изначально не здесь стояла. То есть они сначала смотрели за нами, потом, когда мы отошли, нас стало не видно. И они проехали вот вперед на вот это парковочное место, чтобы видеть нас оттуда. И стоят там. Не выходят, ничего. Просто стояли, смотрели на нас. Ну, сколько? Говорила, они снимают, да, телефон? Они телефон дост... Я не видела, просто я заново стояла. Да, так он из-за стекла вот так делал. Я видела айфон вот такой. Вот, с тремя камерами я видела айфон. И стоит, смотрит за бедными девочками, которые, ну, типа, никого не трогали. Мы стояли, тут пустая парковка, чтобы вы понимали, никого нет, мы никому не мешаем. Челы просто стоят и как бы доколупываются. Ну, в общем, любое слово нормально зависит. Ну, я очень-очень зла, потому что я замерзла, я хотела доснять. Я стою на этих каблуках, у меня ноги устали. И просто какие-то два, ну, как бы добила, вот так делают. Еще хотела, знаете, что сказать? У них все затонировано. То есть и передние стекла, и переднее лобовое стекло. Все затонировано, чтобы не было видно, как эти два извращенца подглядывают за девушками. Ой, вот им никуда не надо было. Они, короче, с открытым окном, значит, посмотрели, они уехали. Вот там не видно, ну, вот, видите, вот это, у меня руки подрясываются. Вот там стояла машина, вот они уехали. Вот только сейчас, только сейчас они стояли, ждали, пока мы выйдем. А, они перепарковались. Они, блядь, наблюдают. Они ездят вокруг и наблюдают. Они реально спасут, вон, опять. Они окна открывают и просто смотрят, вот машина. Вот, сейчас только что проехала. Берут, отъезжают, останавливаются с полуоткрытым окном. Потом опять отъезжают, опять останавливаются. Я не думала, что этот ролик превратится в такой. У меня такое немного, знаете, подпорченное настроение после этих двух вот этих вот... Ну, вы поняли. Не знаю, как выразиться так, чтобы было цензурно, и чтобы понять, насколько я злая. Меня очень это злит. Ну, типа, меня до сих пор не отпускает. Меня злит то, что, ну, типа, люди реально считают, что имеют право просто вот так стоять, смотреть, снимать. Это не то, чтобы, знаете, они меня узнали, там, или типа того. Нет, они просто как два извращенца за нами следили. Это вообще, это так мерзко. Это отвратительно. I don't know. I don't know. Меня очень это злит. Меня прям злит, что люди вообще думают, что могут себе такое позволить. Еще вот так в какую-то вот эту вот приоткрытую форточку еще вот так снимать. Короче, фу, ладно. Через время я немного успокоилась. Мы пришли в мою гримерную. Это мой туалетный столик, видите, здесь шпильки, там, вот, вот тут косметика лежит. Здесь то, что мы возьмем с собой. Место для украшений. Далее у нас идут гардеробная. Вот это вторая комната. Обувная тоже, обувь лежит еще. Вот, поэтому, ну, знаете, просторно, достаточно просторно. Здесь, ну, как бы, видите, мое место, где я сижу, одеваюсь, там все дела. Ну, как бы, у меня столик с лампой. Все оборудовано. Вагончик. Зеркало. Видно? Да. На этом обзор окончен. Мы пошли в метро. Два уже поезда в эту сторону, в которую мы едем. Туда не идут дальше. Держи, а если там просто что-то случилось, я не просто... Мы закончили снимать в метро. Я что-то подумала, на самом деле, в метро можно было влог вам на телефон снимать. У нас сели телефоны, у меня там два процента, у Тори один. У меня ноль. Ноль. Мы идем в машину, бежим сейчас. Договорились с Яриком, что всплываем. Вот, мы сейчас к Ярику едем. И у него в 10 зал. Время 8.20. Нам полтора часа ехать. Мы будем только в 9.50. Но он сказал нормально. У метро ничего интересного не было. Мы просто переодевались только в туалете. У Тори куртку упал, и все. А так больше ничего интересного. Переодевание в туалете. Вот это новая гримерка. У нас еще додстер и энергетика в машине. Сейчас будет вкуснота полтора часа. Все, мы в машине. Мы опаздываем. Ярик написал, что все окей, все нормально, что мы... Что это? Что я нажала? Размакнуто. Очень хотелось отснять с Ирой, но, к сожалению, она сейчас уехала в Питер. Мы отсняли 30 роликов. Уже 30 роликов! Мы сейчас сделали самое сложное. Может, многие скажут это, что это все фигня, и на самом деле эти ролики все просто снять, но нифига себе. Я в 9.30 встала, и с 9.30 мы почти 12 часов занимались 30 роликами. Ребята, мы, короче, приехали. Взяли с собой небольшую косметичку, вещи. Небольшую косметичку! Вот. Для вас прошла секунда, для нас прошел целый час. Знаете, мы такие зайдем, и он такой... Мне в зал. К сожалению, опоздали. Будет очень обидно. Ой, подожди. Надо позвонить лучше. Это я же не манкну сейчас. Алло, мы в домофон звонили, правильно? Звоним. Смотрите, мы приперлись к Ярику. И вон, покрашенный такой. Ты не представляешь, что мы пережили за это время, и мы поехали. Ну, потому что мы ехали на другой конец Москвы. Сейчас будем с Яриком для одеваться и снимать. Да что-то, что-то. Она мне прибивает. Ну, передай привет, скажи привет. Я от тебя. Ты кто такой? Я Ярик. Ну, вот и поговорили. Обзор на светильники Ярика. Раз, два, три, четыре, пять. И подсветка. Плазменный, плазменный, плазменный телевизор. Плазменный экран 7х8. И 7к-волых стерео. Ну, не к ясну. Ну, сейчас поменяем. Ну, поменяем белый. Это не дискотека, вручи белый. И 7, 8. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Уже рассинхрон. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мы выбрали место дизлокации кухню. Вот, красивая какая. Полная готовность. Что у тебя на голове? Я хотела с Яриком еще отснять всякие эксперименты. Мы раньше снимали. Да, да, да. Вот этот ролик очень хорошо заходит. 20 с лишним миллионов в шортах. С прокес? Да. А ты хотел бы экспериментики? Да, давай. Правда? Да. Какие эксперименты? Ну, сегодня мы уже не успеем. Я могу в другой раз приехать. Можем поснимать эксперименты. Готов на детский музыку. Ты смотрел? Правда? Он смотрел мой ролик. Этот ролик набрал 800 тысяч просмотров. Вот очень хорошо зашел. И я даже не ожидала, что ты смотрел. Мы все с Эмили смотрим. Вот последний ролик про то, где у тебя парень закупается в анимешопе. Это теперь мой любимый влогер. И Эмили. Эмили вообще твоя главная фанатка. Она с самого начала твою YouTube смотрит, наверное. Тогда Эмили мой любимый влогер. Ты на втором пока месте. Эмили! Скажи, что я ошибся, и это неправда. Не правда. А что ты ошибся? То, что ты смотришь его канал почти с самого начала. А, нет, я с самого начала смотрю. Вот это мой любимый блогер. Ты на втором месте. Не переживай. Я раньше была ляпнут, чтобы стать любимым блогером на втором месте. Ну не переживай. Тут выбор очевиден, ребята. Смотрите мой канал. Ну смотрите. Включил. Вот как выглядит. Чисто мачо. Мачо-мен. Смотрите. Дориан Грей ждет свою Анастасию. Дориан Грей. Сначала открываешь, потом забираешь, наливаешь. И потом наливаешь. Сначала открываешь, потом забираешь. Потом наливаешь. А она там все. Ты что? Че, он не у меня сутки. Че, он нормально. Короче, заказывали такую очень удобную современную подставку под лампы. Телефон, новый штатив, называется Тори. И снимет, и автоматически включит кнопочку снять. Было очень стрёмно снимать в коридоре. Я так боялась, что нас наругают соседи. И ребята боялись. Мы все боялись. Но мы все отсняли. Сейчас поедем в стори. Какой красивый, смотрите. Все, мы поехали. Короче, в стори дальше по делам. Нам нужно еще заехать к Иринам Крысам. Время уже 12. Мы только едем на локацию. 40 видео отснято. Ребята, 40 видео уже у нас отснято. Спасибо. Мы приехали к Ире, чтобы снять с ее крысками. Иры нет, крысы есть. Торечка очень не боится. А мы приехали к Баквуси. Баквуси, Баквуси, Баквуси. Я тоже крыса. Что есть, того не отнять. Да, еще острый привет. Будем вот с этой зайчиком снимать. Два видео тоже снимем, чтобы не напрягать маленькую зайчика. Там еще вторая пятнышка. Сейчас будем шариться у Иры в гардеробе. Она разрешила взять ее вещи. Естественно, все штавные юбки мне не подойдут, потому что Ира намного-намного меньше меня. Она худенький, а я толстенький. У Иры тут такая вешалка. Я хочу взять что-то вот из черно-белого. Мне вот это нравится, вот с такими рукавами. Я у Иры насобирала гольфики черные, белые и колготки. Прикольно. Скорее всего, надену черный гольф. Четыре кофточки. Погнали переодеваться, что ли. Так, ребята, это мой второй образ. Мы с Баклуши уже отсняли. Я думаю, вы уже видели. Повторяю, больше так не буду. Повторяю, никогда тебе ни о чем просить не буду. Сейчас иду в подъезд. Уже третий подъезд на счету. В принципе, все одно и то же. Возле лифта, на лестнице. Как всегда. Куда мы еще можем отправиться? Будем снимать возле лифта и также подъем на лестничную площадку. Тут какой-то стандин, короче. Читал какие странные штуки. Видите, вы как будто издавали лифта или что это? Это какой-то мужской голос внизу или наверху позже с чем? Почему? Я драпанула. А она такая, я не боюсь, и драпанула вместе со мной. Взяла все телефоны и такая, за мной. Не боится она. Еще небольшой прикол, мы оставили камеру в подъезде. Просто великолепно. Потом, естественно, за ней вернулись, нашли, но сначала мы очень перепугались. Мы решили, что будем не считать то время, когда мы спали. Будем считать чисто время съемки, поэтому мы уже на другой день. 16 часов мы снимали липсинки. Сегодня мы снимаем обзоры. Я обязательно вам покажу, на что мы будем снимать обзоры. У меня есть, кстати, блокнотик. Вот так он выглядит, где написано 100 идей всяких моих обзоров. Делю на три категории. Без макияжа, в процессе макияжа и уже с макияжем, чтобы это было понятно, как снимать, чтобы мы успели снять еще 50 роликов. У нас так-то 50% уже выполнено и осталось всего 50 роликов. Сначала я подготовлю вот этот пункт. То есть, это вещи, которые мне нужны для того, чтобы снимать видео без макияжа. В основном это маски и маски. Вот, разные маски. Кстати, мне нужно еще шишечки сделать, а то с волосами, конечно, у меня проблемы. Часть масок лежит вот в этом ящике. Как видите, здесь у меня там, да, то, что не распаковано, здесь то, что с Алика, а здесь то, что, ну, тоже распакованно и не распакованно. Давайте, наверное, вот этот пул масочек сегодня. Также я хотела сделать обзор на шоколадную маску. Мне также еще вот апельсиновая маска с Алика пришла. Также мне понадобится вот этот бокс, на который я уже делала обзоры. Здесь я хочу сделать обзор на вот эту вот горячую маску. Пока то, что без макияжа, это все. Да, всего 5 видосов будет без макияжа. Отправила Тори домой, потому что у нее тоже свои дела. Я, по-моему, что-то это не засняла. Sorry, сил как-то не хватает. Я уже все расставила. Сейчас вам покажу мой новый стол. Я же еще не выпускала видео про комнату, как я ее поменяла. Да, есть небольшие изменения. Вот это стол, с которым я теперь снимаю обзор. Я выставила свет. Я ставлю одну вот такую штуку, одну кольцевую лампу. Туда еще добавляю вот так зеркало, чтобы было удобнее. Вот эта RGB палка заливает фон. Штатит. Штатит микрофона у меня, это другая камера. Пока я снимаю видео про масочку, я пока за это время подготовилась. Мусорное ведро. Также я сразу подбрала кучу одежды. Вот, пожалуйста, у меня теперь тут не кровать, у меня тут сборище одежды. Еще я подготовила сладости. Это мы с Тори подготавливали сладости для обзоров. Здесь, наверное, 4 цвета. Розовый, желтый, синий, черный. Вот, поэтому я подготовлена, подготовлена, да. У нас второй обзор на вторую маску. Ванечка, понюхать, чем от меня пахнет, пожалуйста. Какашкина. Да, Ваня! Обзор на фруктовую ледяную маску. Сегодня делаем масочки. Шоколадная масочка. Я уже сняла то, что нужно было снять без макияжа. Сделала себе тон. Как раз сейчас подготовлю то, что мне нужно для следующих роликов. Это вот такая палетка. Бриснычки. RGB стрелки. У меня есть три штуки, они все разных цветов. Набор для бровей. Это будет то, что я буду в процессе макияжа сейчас наносить. Я заказала огромные ресницы, трафареты для бровей из фикс прайса. Я закончила снимать то, что в процессе макияжа. Как видите, макияж у меня уже нанесен. Сейчас я буду выбирать то, что мне нужно для обзоров бальзамов для губ и так далее. Если вы заметите, у меня каждый раз просто новая майка. Да, я тут даже чаще, чем каждые пять роликов меняю майки. Я меняю каждые два ролика, наверное, или три. Сейчас найдем, что нам нужно. Магазин покупать. Во-первых, нам нужно набор из трех вот этих помад. Вот это все. Все наборы. Вот здесь стоит у меня коробочка. Здесь также вот этот бальзам-брелок. И вот. Также здесь у меня лежит набор с блесками. Вот на эти бальзамы-блески я сейчас буду делать обзорчики. Кстати, напоминаю про лайф-подписочку. На всякий случай, да. Бальзам-брелок в виде панды. Обзор на Чупа-Чупс. Я решила немножечко поменять макияж. Мне кажется, так выглядит лучше. Также я перетащила вот эту штуку сюда и повесила сюда одежду. Потому что это у меня вот на кровати лежало. И было не очень удобно. 36 видео обзоров. О, почему? Какая красотка! Ладно, ребята, показываю. Здесь, здесь. Вот это все я отсняла. Осталось всего лишь вот это. 36 видео. Ладно, я буду подготавливать где-то по 5 видео. Первое, с чего мы начнем, это бомбочки. На них нужно молоко. За молоком нужно идти. Вот как в данный момент сейчас все это выглядит. Я вам там еще один свет включила. Кстати, вот эта полка уже достаточно пустела. И еще у нас обзор на 30, тут 100. 100 сережек. И вторая и третья часть на бокс на 90. Дальше у нас будут карточки Геншин. Я думаю, сниму пару частей. Брелок в татанат. Ноготь в коготь. Вот это украшение на ухо. Потихоньку, помаленьку движемся. Открываем карточки из Геншина. Разноцветные шоколадные бомбочки. Сейчас буду снимать сладости. Да, у меня тут накуплено много всего. Сейчас буду звать Ваню, чтобы он пришел. Потому что мы обычно снимаем сладости с ним. Черного цвета, розового цвета, голубого цвета и желтого цвета. Все это выглядит пока вот так. Остались пока только черные сладости. Я попросила Ваню поменять толстовку, потому что он три видео был в белой толстовке. А я в каждом видео меняла одежду. Поменял на черную толстовку. Пять видео сняли про сладости. Ну как тебе? Готов ты снять еще четыре видео? Как твой настрой? Расскажи мне, пожалуйста. Я обкакался. Вытащила Ваню из подвала и заставила его сниматься в сладостях. Хочу обратно в подвал. Так ты выучил, так ты выучил. Вон, что что, на самом деле никто не вытаскивал, никто никого в подвале не взял. Никто не вытаскивал, мы сейчас в подвале. Это нас туда засунули. Пробуем голубые сладости. Или пробуем синие сладости. Тестим розовые сладости. Это вторая часть розовых сладостей. Пробуем желтые сладости. Пробуем желтые сладости, вторая часть. Ребята, у меня аж разрядилась камера. В общем, хотела сказать, что уже готово получается 77 роликов. 77 видео. Боже, ребята, это вообще как? А со мной все в порядке? Я вообще нормальная? Я не знаю даже какой час. Вот с тех пор, как я начала снимать обзоры, прошло, наверное, уже часов 10. Не знаю, возможно, 10. Я ничего даже не ела за это время особо. Да, я проснулась после липсингов, меня тошнило. Мне было так плохо, ребята. И сейчас мне как бы нормально, но я не знаю, что я буду чувствовать завтра. Мне кажется, меня будет тошнить так же. Я, кстати, вам не снимала. Не хотела рассказывать, знаете. Но когда мы темным последний раз были у Иры, липсинги снимали, потом поехали обратно ко мне. Что Тори, что я, мы были очень уставшие. Мы на таких нервах. Я не знаю, я не знаю, как вам даже объяснить, как это было. Насколько это было тяжело, насколько это было эмоционально. Мы были выжаты. Мы были просто в таком шоке, наверное. Я думала сначала вам об этом не рассказывать. Но сейчас, когда я на финиш на прямой, мне хочется с вами поделиться, что это, черт возьми, так сложно. Это было очень сложно. И сейчас я снимаю ролики. Мне осталось всего 23 ролика. Такое чувство, как будто еще миллион. Ставь лайк, пожалуйста, и подпишись на канал, потому что это самый сложный. Это даже не один из. Это реально самый сложный ролик, который я когда-либо снимала. Автомат для жвачек с Алика. Это подвеска проектора. Я подготовила все для последних 9 видосов. Да, это тоже нужно для видосов. Понимаете вы это или нет? Нет, ну, по-моему, если я буду выкладывать каждый день по два обзора, мне хватит это еще на целый месяц обзора. Ребята, чтобы вы понимали, мне осталось последнее видео. Это будет видео про Сургуч. Я решила залить в шорт. Вот все вот это. Вот это осталось последнее видео. Я не знаю, какой это образ. Вы на мне уже видите. У меня уже, вон, колечки появились в волосах. Столько всего поменялось. Боже, мне такое ощущение, как будто я снимала это видео целую вечность. Последний видос. Вот и все. Я засуну туда письмо и разыграю кое-что в своем телеграм-канале. Поэтому можете обязательно подписаться на мой телеграм-канал и посмотреть, что я разыгрываю. Я за время обзора чуть не подпалила стол. Я тут уже вытерла, слава богу, это был не стол. Но вот, что могло с ним стать. Выдавливатель для пасты. Эта штука должна запаять пачку от чипсов. Все обзоры, которые мы наснимали. Здесь у меня все сложно. У меня тут появилось много, намного больше предметов, чем было, которые мне нужны для съемок. Появилась вот эта штука, я ее сюда перенесла. Ну что, ребята, я все сняла. Вот последнее видео про Сургучу. У меня уже садится камера, поэтому не забудь подписаться на канал, поставить лайк. Это было 100 тиктоков за 24 часа. Я надеюсь, что тебе было интересно наблюдать за всем этим трэшем, потому что это был полный трэш. Но я рада, что мы это сделали, что мы это сняли. И это было очень даже интересно.